Утро Улыбаюсь и встречаю Оранжевое утро Здравствуй, город Всем пора вставать Всем пора вставать По делам бежать Улыбаться, воздухом дышать Здравствуй, утро Инновационный дизайн Великолепная динамика И исключительная управляемость Совершенство стало доступней Только до конца декабря Ограниченная партия автомобилей Мазда 6 на уникальных условиях Подробности в Юнайт Моторс По телефону 777-885 Предложение ограничено Кредит предоставляется ООО Русфинансбанк Саша Понедельник, день веселый Именно с такой установкой Проснулась вся команда Оранжевое утро И в частности мы, Владимир Климов И Юлия Кораблева Дорогие друзья, всем здравствуйте Всем доброе морозное Минус 11 утро Вот так вот Минус 11 градусное утро Минус 11 градусное по Цельсию Утро И давайте мы начнем, я думаю, с нашего традиционного конкурса Который называется «Ранняя пташка» Сейчас вы все бежите к телефону И набираете заветные цифры 366666 Вам необходимо дозвониться Третьим Молодец Третьим по счету, друзья И тогда вы получите прекрасную, вкуснейшую пиццу От нашего вкусного спонсора Который гласит так 370060 Пицца в офис и домой Империя Пицца специально для вас Ну, Володе на прошлой неделе просто не было в студии «Оранжевое утро», да? Я думаю, что ты заметил это прекрасное преображение, которое у нас в студии произошло Ой, какая елка вся в игрушках и хлопушках А кто ж такую елочку нарядил? А это нам помогло агентство «Пятница», друзья За это прекрасное преображение нашей студии Мы благодарим всех, кто работал над созданием новогоднего образа студии «Оранжевое утро» Спасибо вам огромное Ну, а если вы, друзья, хотите украсить свой офис или свой дом Но вас чуть-чуть не хватает фантазии Обращайтесь к профессионалам, они вам помогут Они не то, что вам помогут, они нарядят И еще вот так вот потом этим, как вам, волшебным пыльцом сделают, и оно загорится И все желания в вашем доме будут исполняться Ну, а если мы в ответе за ваше пробуждение То, как известно, небесная канцелярия у нас отвечает за прогноз погоды и гороскоп Вперед! Овны Вам приходится менять планы буквально на ходу К середине дня станет совершенно ясно, что у вас получится достичь поставленных целей И все нормализуется Тельцы Не все получается сразу, но вы не должны сдаваться Прогресс в деловых переговорах станет возможным, если вы воспользуетесь своим убаянием Близнецы Получится плодотворно поработать, если вы будете готовы к неожиданностям и не растеряетесь Если придется корректировать планы Меняются в лучшую сторону отношения с коллегами, руководством и деловыми партнерами Раки День подходит для решения профессиональных задач, в том числе сложных На новых знакомых вы производите самое лучшее впечатление, а интересные предложения не заставят себя ждать Львы День отличается не очень благоприятным эмоциональным фоном и у большинства представителей знака по этому поводу дурное настроение Девы А вот для дев благоприятный день практически лишенный событий, которые могли бы огорчить их или выбить из колеи Весы Сегодня день создан для того, чтобы вы продемонстрировали свои достоинства и показали себя с лучшей стороны И пусть вас не пугает перспектива занятия саморекламой Скорпионы Легкомыслие, с которыми вы относитесь к делам, сегодня привлекает к вам людей, которые и сами не отличаются ответственным подходом к чему бы то ни было Стрельцы Для вас день начинает складываться неудачно, но, к счастью, вы достаточно настойчивы и уверены в себе, чтобы не сдаться, если что-то не получится с первого раза Козероги Вы чувствуете, что способны одержать грандиозные победы Интуиция вас не обманывает, однако не стоит рассчитывать на то, что все получится легко и непринужденно Водолеи Не ждите от окружающих ни бескорыстной помощи, ни толковых советов Испытания этого дня вы должны пройти самостоятельно С близкими людьми же, напротив, постарайтесь быть предельно тактичными и корректными Рыбы Помните, прежде чем приступать к решительным действиям, нужно правильно оценить сложившуюся ситуацию Не ждите озарения и вдохновения Только логика и здравый смысл подскажут, как следует действовать Всем доброго утра! О погоде расскажу вам я, Виктория Подхудинова Сегодня днем в городе будет пасмурно, без осадков Столбики термометров достигнут отметки минус 19, минус 13 градусов мороза Вечером также пасмурно, возможен небольшой снег Температура воздуха составит минус 10 градусов Ветер юго-западный 3 метра в секунду Атмосферное давление 757 миллиметров Ртутного столба Влажность воздуха 79% Уже завтра снова будет значительно теплее Поэтому не стоит пугаться морозов Они совсем ненадолго Да и метеорологи не прогнозировали нам долгой и суровой зимы Погода в предпоследнюю неделю декабря не будет морозной Температура в среднем будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов Ну а я желаю вам всегда хорошего настроения Вне зависимости от того, какая погода за окном В любую погоду двигайтесь в темпе города с такси-тройка Такси-тройка 35-35-35 Новогоднего вам настроения и, конечно же, оранжевого утра Город Он живет Он движется Иногда замирает Иногда стремительно мчится вперед Двигайся в темпе города Такси-тройка 35-35-35 Друзья, до Нового года остается 15 дней С каждым днем дел все прибавляется и прибавляется Поэтому, чтобы все успеть, надо вставать пораньше Но главное помните, что оранжевое утро за раннее пробуждение вас готово поощрять Ну, я вам скажу, что это приятные хлопоты Все подготовка к Новому году Естественно, никто не спорит Поэтому вставайте пораньше и вперед Лепить пельмени Покупать подарки, пельмени еще рано У нас есть ранняя пташка, которая тоже уже, наверное, готовится к Новому году Алло, доброе утро Доброе утро Ох, хорошо слышно Гад, зовут Александра Александра, да? Александра, скажите, пожалуйста, какова у вас... На какой стадии подготовки к Новому году вы уже находитесь? Ни на какой Нарядили только елку И больше некогда ничем Ну, это уже стадия Ну, это уже стадия Вы движетесь с нами прямо в одной теме Елка наряжена Дальше составляйте план и следуйте ему То есть, а сейчас, извините, Юлечка То есть подарки 30-го будем покупать, да? Нет, эти подарки купили уже заранее Это самое главное Да вы уж готовы к Новому году Вот именно Вам только осталось стол накрыть И, как говорится, шампанское откупорить Итак, наша дорогая ранняя пташка Мы вас поздравляем Спасибо Саша, и всех мы просим ранних пташек Сделать какое-нибудь пожелание Всем жителям города Владимира Ну, чтобы зарядить их позитивом На всю неделю В это морозное время Я вам дозванивалась на прошлой неделе Так И уже желала всем Владимирству Теперь я хочу пожелать Своим коллегам Девочкам отдела госзакупок Терпения Хорошего Нового года Выходных, праздников Чтобы они отдохнули хорошо Вот, вот и замечательно Александр, еще раз поздравляем вас с выигрышем Это вкусная пицца от кафе Империи Пиццы Империи Пиццы Это уютная атмосфера Внимательный сервис И блюда Японской и европейской кухни Замечательно Ну, начнем Скажи мне, пожалуйста Вот лично ты Если тебе бы тоже досталась пицца С чем ты ее любишь есть? Точнее, чем запивать, скажем так Как ни странно, чаем Вот Сладким Сладким Вот такую чашечку Три ложки Как бахнешь О-о-о Да вы знаете, вообще Кто-то, может быть, в Европе Привык к пиццу С газированными напитками Кто-то с водой А вот мне кажется Пицца с чаем Это чисто русское Чисто русское изобретение Согласен Но тем не менее Действительно вкусно И именно на чай, друзья Мы решили сегодня остановиться А все потому, что вчера 15 декабря Отмечался международный день чая С чем мы всех чаевников И поздравляем В холоде лишь бы похлопать Сегодня, но это хорошая примета Кстати, и тему мы решили обозначить так У самовара Я и моя Юля У самовара мы и все, кто с нами Так что присоединяйтесь Не переключайтесь Дорогие друзья И сегодня, кстати, у нас еще есть Оранжевая викторина У нас сегодня очень много подарков И еще сегодня один день отмечается Прекрасный Я считаю, вот Особенно детям Ну и вообще взрослым Сегодня день кормушек для птиц Особенно Сегодня, давайте договоримся так Все школьники на уроках труда Пожалуйста, сделайте хотя бы Две кормушки для птиц Не на уроке математики А именно на уроках труда Да, то знаем о вас Вы сразу последуете нашему совету Я вот делал кормушки Молодец И еще я вам скажу А что ты сделал на оранжевую викторину Ты мне лучше скажи Ну да, я расскажу Что сало, например, для синичек Нельзя соленое класть Надо обязательно не соленое класть в кормушку Там и так далее, и так далее Вот И в связи с этим у нас оранжевый викторин, дорогие друзья В связи с тем, что птичкам нужен дом Нужна кормушка Вот, мы сегодня будем с вами угадывать Птиц лесных Птиц, ну в общем И городских Да, и городских Нашей российской средней полосы Вместе с вами Там будут варианты ответов обязательно И за правильные ответы Сегодня настолько большой призовой фонд Как говорится, только успевай набирать номер 366666 и выигрывать подарки Итак, начнем Сегодня за правильный ответ вы сможете получить Два билета в усадьбу Деда Мороза Которая откроет свои двери 22 декабря Уже от... Да, 22 декабря Хотела сказать, уже открыла, чуть не забежала вперед В загородном парке Итак, два билета Конечно же, еще пицца у нас Вторая пицца от компании Империя Пицца Где уютный сервис, прекрасная обстановка Блюда японской и европейской кухни Итак, можно будет выиграть подарочный сертификат На посещение мастер-класса По скраббукингу в магазине Сундук со сказками Так что вот сертификат уже красивый А что вас ждет на мастер-классе Можно только представить Также, дорогие друзья От магазина Амби Вот такая прекрасная карта Их две штуки Ну и вдобавок еще магнит С самыми, наверное, популярными И самыми лучшими ведущими Мировой телеиндустрии Оранжевое утро Кстати, если с 16 по 26 декабря Вы будете совершать покупки В магазинах Амби и Квартал На сумму от 2500 рублей То вас ждет самый, что ни на есть Новогодний подарок Так что желаем приятных и вкусных покупок Сегодня мы разыграем еще сертификат На один час бесплатной игры Боулинг в развлекательном комплексе Черчилль Холл Торговый центр Крейсер Четвертый этаж Приходите всей семьей Или с друзьями отдыхайте И... Да, билеты на елку В Д... Д... Ю... Т... Дворец детского и юношеского творчества А также еще у нас... А, ну, про эти призы чуть попозже, да Да, но еще у нас, друзья, есть призы Это билеты на концерт группы После 11 Который состоится 21 декабря В концертном зале имени Танеева Поэтому 366666 Звонить прямо сейчас Угадываем птичек вместе с вами Сегодня в день чая Кстати, возвращаясь к чаю Да, есть... Существует одна легенда Что поставщик из Нью-Йорка Томас Салливан Обнаружил, что поставка чая В металлических банках Очень дорого обходится И решил продавать чай в пакетиках Один из его клиентов В каких пакетиках? Не нужно уточнить В бумажных Один из его клиентов Нечаянно обронил пакетик в воду И понял, что из этого получается хороший чай Вот так вот появился чай в пакетиках Произошло это 1 сентября 1604 года А вот чем отличился... Какого года? 1600... 1904 года 300 лет назад 300 лет тому назад Ну а чем отличился день сегодняшний Мы узнаем из рубрики «Календарь» 16 декабря 1773 года Произошло бостонское чаепитие Акция протеста американских колонистов В ответ на действия британского правительства В результате которой в бостонской гавани Был уничтожен груз чая Принадлежавший английской Остынской компании Это событие, ставшее началом американской революции Является символичным во всей американской истории В этот день, в 1966 году В Ленинграде открывается Самый крупный в стране магазин самообслуживания Заневский А в Швеции 64 года назад Была основана компания, известная как СААП История марки СААП берет свое начало После окончания Второй мировой войны Когда шведская авиационная акционерная компания По выпуску самолетов Презентовала в 1949 году свою первую модель авто СААП 92 Автомобиль был оснащен двигателем Объемом с 764 кубических сантиметра Мощностью 25 лошадиных сил И имел независимую пружинную подвеску всех колес И аэродинамический кузов 16 декабря 1911 года На третьем парижском авиасалоне Демонстрируется первый цельнометаллический аэроплан Моноплан Тюбавион Построенный французами Панше и Примаром Моноплан – это самолет, имеющий одну несущую поверхность То есть одно крыло Особенно они стали популярной конструкцией В авиастроении в начале 1930-х годов Именины сегодня празднуют Анна, Михаил и Валерий И моя Юля Да, и все, кто с нами Так получается, что у самовара-то никого нету Потому что у самовара мы собрались здесь Студия «Оранжевое утро» Друзья, надеемся, что у вас чашечка чая Тоже уже заварена на вашем утреннем столе И к нашему самовару мы приглашаем уже того человека Который готов сыграть с нами в «Оранжевую викторину» Алло, доброе утро Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Вера Вера, вы любите чай? Да А птичек? Да, люблю У меня раньше было два попугая Вот, видите, как хорошо В садиках взяли Куда взяли? В садике А, вот, мне кажется, у многих попугаев такая участь Они уходят либо на работу, которые у нас сейчас тоже в редакции «Оранжевое утро» стоят Либо в детский сад уходят Да Итак, Вера, готовы ли вы сыграть в «Оранжевую викторину»? Ну, готовы, конечно Готовы Сейчас на вашем экране появится птичка Вы должны угадать, кто это Все очень легко и быстро и просто Итак, внимание на экран Три варианта ответа Ух ты, сегодня все просто Кто это, голубь, галка или ворона? Вера Вера, не пугайте меня Ну, это самое, наверное, галки Слава богу, я уж думал, что такой легкий вопрос вы сейчас задумались Конечно Правильно, Вера, вы абсолютно правы Это наша родная, дорогая галочка, которая летает везде и всюду зимой и летом одним цветом Скажите мне, пожалуйста, Вера, а есть ли у вас детки? У меня есть внуки, двое внуков Одного зовут Ярослав, другого Савелий Сегодня моего сына день рождения у Дмитрия, ему 33 года Так а что же вы не поздравляете? Давайте поздравлять срочно Поздравляю, сыночка, с днем рождения 33 года, возраст Христа, как красиво Ну что, тогда для вашего сына, а может быть для всей вашей честной компании, для вашей семьи Мы хотим подарить вам сертификат на один час бесплатной игры в боулинг в развлекательном комплексе Черчилль Холл Торговый центр Крейсер, четвертый этаж Желаем вам приятно провести, а главное весело этот день Можете отметить там действительно день рождения Спасибо большое Это уже там вы договоритесь Спасибо большое, до свидания, Вера, удачи вам и с вашего с днем рождения Ну, продолжим пить чай Да, хотела спросить у Веры, как звали попугаев, точнее, как их зовут, да? Действительно, обратимся к чаю Друзья, дело в том, что чай, возможно, вы знаете, выращивается в пяти странах Итак, в Китае выращивается почти 80% всего зеленого чая на планете В Индии в основном выращивают чай черный В Шри-Ланке, который чаще называют цейлоном, это родина чая Липтон Ну, все мы про него тоже знаем, да? В Японии выращиваются различные экзотические чаи, а вот Тайвань, там выращивают тоже зеленый чай, но там побольше сортов, чем в Китае даже, представляешь? А я тебе скажу, что до 18 века вообще многие считали, что зеленый и черный чай делаются из разных сортов, из разных листьев Потому что китайцы, да, это время хранили в строжайшем секрете все это дело И, возможно, правильно делали Кстати, вы знаете, кроме того, вот, ну, вроде элементарная такая вещь, все сейчас знают, что чай надо пить, да? Но когда чай только начал появляться в Европе, не все об этом знали И на одном из официальных королевских приемов из чайных листьев однажды сделали салат Ну и чтобы не показаться невежими, все его так хорошо уплетали и говорили, что очень-очень вкусно С майонезиком-то хорошо Возможно, что да Чайные листья-то зайдут, ой, красота Ну, мы надеемся, что наш шеф-повар Юль Ковальчук таким заниматься не будет А приготовит нам что-нибудь вкусненькое в рубрике «Быстрый завтрак» Поехали кушать, скорее всего С 16 по 26 декабря Соверши покупку в сети магазинов «Амбиквартал» на сумму свыше 2500 рублей и получи подарок Доброе утро, друзья! Зима полностью вошла в свои права Это значит, что за окном стало холоднее И поэтому предлагаю сегодня приготовить такое теплое согревающее блюдо Сегодня будем готовить пудинг с хурмой Нам понадобятся две хурмы Нам нужна только мякоть Кстати, это блюдо является традиционным рождественским лакомством во многих странах Тем более, что и у нас скоро наступит Новый год А наши друзья сеть магазинов «Амбиквартал» уже готовы порадовать своих покупателей С 16 по 26 декабря покупайте продукты в магазинах сети «Амбиквартал» Свыше 2500 рублей и вы гарантированно получите новогодний подарок Кстати, в мире насчитывают от 200 до 500 разновидностей хурмы Итак, хурму мы порезали на небольшие кусочки Будем отправлять это все в блендер Все мы знаем, что недозрелая хурма обладает вяжущим вкусом Для того, чтобы от него избавиться, просто отправьте хурму в морозилку Хорошенько ее заморозите И после того, как она оттает, этот вкус уйдет Влечим очень мелко до образования обнародной массы Итак, в массу добавляем 2 яйца Кстати, тем, кто следит за своей фигурой, советую не переживать Так как хурма достаточно диетический продукт Еще нам понадобится 60 грамм масла Теперь нам понадобится немного соды Примерно пол чайной ложки Добавим 3 ложки сахара Примерно 100 грамм муки Мы ее заранее просеяли 100-110 миллилитров молока Для пряности добавим немного специй Я возьму корицу молотую Примерно 1 чайную ложку И еще немного мускатного ореха Немного соли и перца Дальше смешиваем все ингредиенты Кстати, в Англии традиционно пудинг готовят за несколько недель до Рождества И подаются в первый день праздника Итак, смесь для пудинга готова Теперь нам понадобится форма для выпекания Ее мы смажем сливочным маслом И теперь последний штрих Нам понадобится горстка миндаля Миндаль крупно рубим ножом И будем добавлять в тесто Поливаем часть теста Посыпаем миндалем И добавляем оставшуюся часть теста Итак, отправляем пудинг в духовку Заранее разогретую до 180 градусов Примерно на 50 минут Наконец-то пудинг готов Стоит замечательный аромат здесь Итак, пудинг готов Отличный запах Подрумянилась корочка А я напоминаю вам, что каждое утро Это новые эмоции и настроение А если вы проводите свое время На такой красивой кухне, как в Жилиноу Вкусно завтракаете И думаете о хорошем То ваш день обязательно сложится хорошо Я желаю вам приятного аппетита Обязательно завтракайте И хорошего вам дня Для приготовления пудинга из хурмы Вам потребуется Спелая хурма Два яйца 60 граммов сливочного масла 110 миллилитров молока 100 граммов муки 80 граммов сахара Половина чайной ложки пищевой соды Соль, корица, мускатный орех Имбирь, перец Сливки для украшения Грецкий орех Джулия Новорс Эксклюзивная мебель Для кухни, гостиной и ванной комнаты Джулия Новорс Создает оригинальное жизненное пространство кухни Для успешных, целеустремленных людей Джулия Новорс Стремление человека К самовыражению и высокому качеству жизни Джулия Новорс Индивидуальный подход к каждому клиенту Чтобы обрести в нем нового друга С малиной и с лимоном И с конфетами Люблю с сушками Еще с малиновым вареньем С конфетами И тенцем Я люблю заварки Только без пакетика И то с булочкой Только еще и печки булочки Там без начинки Я люблю шоколадками всякими Киндер С всякими сладостями С соленой печеньки С гусенкой С конфетами И с печеньями С сахаром Мне мама не разрешает Плохую розовую колбасу есть Я ем другую Из мяса Я люблю с печеньем В юбилейном Ну вообще, вы знаете, многие, конечно, любят попить чай с чем-нибудь вкусненьким и сладеньким А вот в былые времена Чаиманы Вместо сахара В чай клали соль Несколько ложек соли И у меня в связи с этим музыкальный экспромт даже родился Ну, мы же с тобой всегда поем, да? Да Не сыпь мне соль на рану И не клади мне в чай Мне раз, друзья, подсыпали Кстати, про соль Отомстили мне кое-что Да, кстати, про соль Да, друзья, у нас еще можно с чаем-то вообще сегодня прям в тему, в тему, в тему Прям продукции Владимирского хлебокомбината Не забывайте о том, что мы начинаем с этой продукции утро Причем всем вместе, всем городом Владимира Потому что это наше любимое предприятие У которого более 130 наименований У которого сочетание и инноваций, и традиций А еще также вам представляем Колечки золотые с солью Колечки золотые с маком Колечки с кунжутом Это, кстати, новая снековая продукция От Владимирского хлебокомбината нашего Ну, хлебные снеки – это лакомство, которое рассчитано не только на взрослых, но и на детей И, кстати, состав продукта дает гарантии того Его безопасности и разнообразие вкусов Позволяет вам выбрать снеки с любым вкусом А именно с тем, который понравится и вам, и вашим детям Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше У нас есть смельчак, который дозвонился в нашу студию Для того, чтобы сыграть с нами в оранжевую викторину Алло! Доброе утро! Доброе утро! Юлия и Володя! Доброе утро! Доброе утро, Юлия и Володя! Здравствуйте! Как вас зовут? Надежда! Надежда! Вера! Надежда! Надежда! Будет любовь! Любовь! Это знак! Это знак! Надежда! Прям как хорошо! Надежда! Ваша стадия подготовки к Новому году! Так! Моя стадия! Подарки всем приготовила! Наряд тебе приготовила! О! Надежда! А скажите, пожалуйста, а какой чай вы больше любите? Черный или зеленый? Более люблю и люблю! О! Мы с вами коллеги! Мы сегодня прям, да! Птичек любите? Давайте с вами играть в оранжевую викторину! Давайте! Итак, сейчас на экране появится птица! Опять же, из нашей средней полосы! Вы должны отгадать, кто это варианты ответов для вас предоставлены! Пожалуйста, смотрим! Кто это? Ворон? Ворона? Или грач все-таки? Ух ты! Непросто! 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 Это играть в Володе Климовом в оранжевую викторину! Хотя, Надежда! Здесь подсказка прямо на картинке! Я вообще о другом сейчас! Подсказка в том, что это кто-то из вороны или грача! Итак! Надежда! Так! Это, наверное, ворон! Ворона! Ну, давайте, подождите! Ворон, ворона! То есть грача вы сразу отметаете! У вас цветной телевизор? Да! Смотрим внимательно! Хотя даже и не цветной показал бы тоже правильный ответ! Ворон, ворона или грач? Считаем до трех! Раз! Ворон! Два! Ворона! Три! Грач! Кто это? Это ворон! К сожалению! А даем вторую вам попытку! Да, давайте! Это не ворон! Теперь выбирай! Аааа! Вам уже даже подсказали! Да! Вообще, это грач! Я вам сейчас объясню, как отличить ворону в ворону и грача! Ворон – это лесная птица! Она огромная! Это вообще отдельное семейство! Он никак не относится ни к вороне, ни к грачу! Ворона у нас серого цвета, во-первых! То есть, у нее туловище серого, оперение серого, крылья черные! А грач, как раз таки там и было показано, что он с белым клювом и весь черный! Это был краткий курс по птицеведенью от Владимира Климова! Спасибо вам, Надежда, большое! До свидания! Как-то, вот смотря, что у нас столько много подарков, Надежда уже ушла! У нее уже нету, да! Ах, жаль! Ну что, друзья, вот как ты думаешь, сколько минут мы играли в оранжевую викторину? Не засекал секунду? Две с половиной! Две с половиной! Друзья, это вот если в пересчете на чашки чая представить, сколько чая за это время выпили, оказывается, за одну секунду на земном шаре выпивается чуть более двух миллионов чашек чая! Ну а вот о том, как пьют чай в разных странах, мы узнаем прямо сейчас! Пробуем! Чай пьют во всем мире! Чайные церемонии, сохранившиеся с давних лет, открывают окно в далекое прошлое, позволяют ближе познакомиться с национальной культурой и старинными обычаями, которые, успешно вписавшись в различные традиции, существуют и по сей день! Китайская чайная церемония является самой древней и занимает центральное место в китайской культуре. Чай – начало-начал. В Китае пьют разный чай, преимущественно зеленый, желтый и улуны. Кроме того, китайцы отмечают несколько видов особых обстоятельств для приготовления и совместного чаепития. В знак уважения, извинения, для сплочения большой семьи. Обстоятельства чаепития влияют даже на способы заваривания. Первый, более привычный для нас – заваривание в большом чайнике. Второй – заваривание в чашке гайвань. Считается в Китае повседневным и позволяет сохранить нейтральный вкус чая. Следующий способ, пожалуй, самый популярный и зрелищный – чайная церемония кунг-фу-ча. В ней используется маленький чайник из исинской глины, емкостью около 150 мл. Выразить свою благодарность за чай в Китае можно, постучав три раза по столу согнутым, указательным и средним пальцем. На очереди Индия, на долю которой приходится около 30% всего производимого в мире чая. Традиционный индийский напиток – замороженный чай. Для его приготовления высококачественный сухой чай заваривают классическим способом, настаивают пять минут и остужают. Пить такой напиток рекомендуется очень маленькими глотками. Кстати, обычаи чаепития жители Индии заимствовали у англичан, которые организовали здесь чайные плантации. Отсюда становится понятно, почему в Англии достойным внимания считается только индийский или цейлонский чай. Чаепитие в Англии формирует стиль жизни, привычки и мировоззрения. Чай пьют по меньшей мере трижды в день – на завтрак в час дня и в пять часов вечера. Очень популярен в Британии чай с молоком. Чтобы смешать чай с молоком, полагается наливать чай в молоко, а не наоборот. Жители Туманного Альбиона строго соблюдают это правило, так как считают, что вкус и аромат настоя ухудшаются. Уже веками не меняется и список традиционных блюд к чаю – сэндвичи, тосты с корицей, булочки, печенье. В Ирландии, северной соседке Великобритании, принято пить мелколистовой или гранулированный чай. Там готовят очень крепкий настой с белой пеной на поверхности чашки. В чашку отвара кладут много сахара и лимон. Очень часто в напиток добавляют алкоголь. А мы переносимся в теплый Узбекистан. Там принято пить чай большой компанией. Чаще всего это происходит дома или же в специальных чайных, которые носят название чайхана. Пьют чай из пиал. Перед употреблением необходимо поженить, то есть перелить несколько раз из чайника в пиалу и обратно. Интересная особенность узбекской традиции чаепития – чем более уважаем гость, тем меньше чая в пиалу ему наливает хозяин. Узбеки пьют в основном зеленый чай, лишь в Ташкенте черный чай более популярен. И, наконец, Россия. Наши предки узнали о чае в конце 17 века благодаря китайскому императору, который отправил в дар русскому царю ящички с чаем. До этого чаем на Руси называли настои из заварки лесных ягод и трав. К самым распространенному относились шиповник, малина, ежевика – липозверобой. Но с появлением чая он быстро превратился в один из популярнейших в России напитков. Центральное место в русской чайной церемонии занимает самовар. К чаю принято подавать сахар, мед или варенье. Это еще не все чайные традиции, которые существуют в мире. Но становится понятно, что у чая есть одна особенность. Она объединяет и сближает. Приятного вам чаепития! Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Всем доброе утро! Всем доброе! Чайное прекрасное утро! Мы сегодня отмечаем Всемирный день чая. Точнее продолжаем отмечать, да? Да, да, да. И я хочу сказать, что в советские времена, моя любимая эпоха, были популярны два вида чая. Это грузинский и краснодарский. Но к 70-м годам в связи с плановой экономикой качество чая реально ухудшилось очень сильно и, соответственно, люди перестали пить этот чай. Но благодаря прекрасной дружбе Леонидовича Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС Сэндиры Ганди, к нам в страну стал поступать индийский чай. Знаменитый индийский чай со слоном. Кстати, его качество считалось лучше, если на картинке у слона хобот подняты вверх. Прикольно! Друзья, сейчас этот индийский чай тоже в магазинах продается. Ну, как поностальгировать, если хотите. Обратите внимание, где у слона хобот? Наверх направлен? Конечно, грустный хобот. Плохой чай у меня, да. Ну, да. А мы переходим к другим представителям животного мира, к птицам. Да, давайте. Мы продолжаем играть в оранжевую викторину. И кто у нас на связи? Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Екатерина. Екатерина. А я же, мы думали, любовь. Все нам, понимаете, легенду сейчас сломали, но мы очень рады вас слышать. Екатерина, ты хотела какой-то... А, выбором. Какой чай вы любите? Зеленый. Угу. Так, 2-0. 2-0. Хорошо. Играем? Да. Играем. Внимание на экран. Смотрим, какая птичка сейчас там и угад... О! Красиво. Екатерина. Это свиристель, попугай или клёст? Это клёст. И Екатерина получает аплодисменты. Брависсимо! Брависсимо! Это клёст, который высиживает птенцов. У него вылупляются птенцы зимой. И такой клюв у него для того, чтобы он из шишек зернышки выковыривал. Ой, кстати, шишки и самовары тоже... Да. Такая связная тема. Катя, скажите нам, пожалуйста, у вас дети есть? Есть. Вот сидит и каждый утро до вас дозванивается. Никак не может дозвониться. Отняла у него трубку и сразу дозвонила до вас я. Вот! Оказывается, счастливая рука у мамы. Вот в чём дело это было, да. Как зовут? Андрей. Мы хотим Андрею и вам вручить два билета в усадьбу Деда Мороза, которая 22 декабря откроет свои двери в загородном парке. Да. Отправляйтесь туда и получайте массу удовольствия и подарков. Здорово. Спасибо большое. Екатерина, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Андрюшка, молодец. Звони, звони, всегда звони. Спасибо. И привет Деду Морозу от нас передавай. Да. Продолжим дальше тему птиц. Давай. Жили у бабуся 15 822 весёлых гуся. Интересная интерпретация. Да, потому что, к чему я веду, я так глубоко копнул. Ну-ка. Потому что в канадской провинции местный житель снял огромную миграцию гусей. Вот. И, ну, на камеру. Удивительное. Я думала, снял с плана. Говорит, всё, хватит мигрировать. Оно заключалось в том, что и они полетели, полетели, полетели. Всех было очень много. Да. И его назвали гусиное цунами. Давайте, друзья, мы сейчас все вместе посмотрим, как это выглядит. Вау! Итак, внимание на экран. Вау! Итак, внимание на экран. Вау! Ооо! Ооооо! Ооо, май гааад! Ну, кстати, сегодня у самовара не только мы с Володей, но еще и наши пернатые друзья. Потому что сегодня, если день чая отмечался вчера, то сегодня отмечается день кормушек для птиц. Поэтому мы с Володей предлагаем вам объединяющие занятия для всей семьи, для группы или для коллектива. Сделайте кормушку для птиц. За чашкой чая. За чашкой чая, да. Как говорится, и объединяет, и дело полезное сотворите. А мы сейчас узнаем, есть ли у нас звонок, мне никак не сообщают. А, есть, есть звонок, у нас очень хорошо. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Аня. Аня. Анна. Юля, задавай, задавай. Аня, а с чем вы любите пить чай? Любите ли вообще? Что вы предпочитаете больше, чай или кофе? Вообще чай больше. А какой? Ну, когда какой захочется. И черный, и зеленый, я как бы... Я вся такая внезапная. Да, да, да. А белый чай вы пьете? Нет. Вот я вам посоветую, еще есть белый чай, который называется Баймудань. Вот. Попробуйте, он очень вкусный. Ругательное название, шучу, конечно. А давайте перейдем к оранжевой викторине. Вы готовы выиграть? Вы готовы выиграть подарок у нас? Конечно, готова. Итак, внимание на экран. Отгадайте, что за птица. Вот. Тетерев, кукушка или рябчик. Эх, сейчас чаек под рябчиком-то. Анна, кто это? И даже не думайте, здесь все понятно. Вспоминайте школьную программу. Природоведение. Природоведение? Биологию. Ну, давайте. Кукушка, тетерев или рябчик. Полосатенькая такая. Мне кажется, принадлежность к полу сразу видно. Как ты увидела? Не знаю, я потом тебе за эфиром. Ну, так думаю, может быть, это... Ну же, Анна. Ну. Ну. Не томите. Итак. Ку-ку. Аня. Тетерев, кукушка. Кукушка, может быть. К Юле, как незаметно вы это сделали. Тонко. Чисто по-женому. Итак, смотрим правильный ответ. Это кукушка. Кукушка. Правильно. Друзья, только не употребляйте слово кукушка в ругательных целях, да? Так ругаться нельзя. Анюта, скажите, пожалуйста, вы у нас мама счастливая? Да, счастливая мама. Или доченька счастливая? Мама, мама, мама. Мама, да? Да. Как зовут деток или ребятенка? У меня дочка Дианочка. Дочка Дианочка. Вот, вместе с дочкой Дианой вы 22 или 29 декабря можете отправиться на новогоднее представление в дворец детского и юношеского творчества. Желаем, чтобы у Дианы вера в сказку не пропала. Желаем вам приятного времяпрепровождения. Спасибо большое. Спасибо вам, Анна, большое. С наступающим вас Новым годом пейте чай белый Байпудань. Но мы, кстати, к чаю хорошо, что ты сейчас подвелся. Самый дорогой чай в мире выращивается в горной местности провинции Сычуань в Китае. Еще одно ругательное слово. Потому что в качестве удобрения при выращивании этого чая используются экскременты панды. А я думал, сычей. Нет, оказывается, это удобрение считается очень богатым, потому что организм панды, питательные вещества в очень минимальных количествах, как говорится, усваивается, а все остальное удаляется. Поэтому стоимость, друзья, этого чая 200 долларов за небольшую чашку. Да, Володя. Прежде чем спрашивать такой чай, проверьте кошелек свой. Да, да вот по каким критериям чай выбирает Мария Рыбакова, давайте узнаем прямо сейчас. Поехали. Современный ритм жизни абсолютно точно далек от восточных умиротворенных ценностей. Он диктует нам свои условия. И иногда единственная возможность в течение дня набраться сил и отдохнуть – это выпить чашку чая. Еще древняя китайская поговорка гласит «Чай – это огонь жизни». Старинный напиток, наверное, самый любимый на планете, обогнал по популярности даже кофе. К тому же давно доказано, что в нем содержится более 400 полезных микроэлементов. Попадая сегодня в любой супермаркет, у вас глаза разбегутся от разнообразия той продукции, которую вам предлагают. Но самое главное – в выборе чая все-таки определиться, что именно вы хотите. Сегодня мы просто пьем чай и не задумываемся, когда и откуда он к нам пришел. Основная легенда гласит, что он родом все-таки из Китая. В Европу же он проник в середине 17 века, тогда же появился и в России. А вот история Иван-чая упоминается в отечественных хрониках 12 века. Но это не совсем чай. Классически к определенным видам чая мы привыкли относить зеленый, черный и красный. И отличать их будет только обработка чайного листа. А вот чайный напиток – история совсем другая. Чай здесь не главное действующее лицо, а скорее дополнительное. Так как именно в составе чайного напитка вы найдете еще и травы, фрукты и какие-то дополнительные целебные ингредиенты. Сырьем для изготовления чая являются листья чайного куста, который выращивают в массовом количестве на специальных плантациях. Существует множество сортов, отличающихся видом, способом скрутки, степенью ферментирования, а главное – свежестью. Ну а если вы все-таки решили остановить свой выбор именно на чае, здесь нужно быть более бдительными и оценить так называемые четыре чайные драгоценности – вид, вкус, цвет и аромат. Первое, что отличает элитный чай от обычного – это однородность. Чаинки должны быть одинаковые, их вид соответствует способу скрутки. Если взять горст чая, положить на лист бумаги и немного потрясти, то все обломки ломаной чаинки окажутся внизу. Далее оцениваем цвет чая. Свежий имеет яркий глубокий цвет. Он тускнеет с возрастом и при неправильном хранении. Когда мы нюхаем аромат, то он должен быть чистым и свежим, и при дыхании раскрываться разными оттенками. Если же чай старый или не элитный, то аромат тяжело воспринимается и быстро исчезает. Затем нам необходимо чай заварить и посмотреть, как он раскрывается. Если чай свежий, то настой будет прозрачный, чистый и ароматный. И такой чай выдержит в среднем 10 заварок. В нашем магазине очень широкий ассортимент чая, который удовлетворит, я думаю, запросы любого покупателя. Красный, зеленый, черный, индийский, китайский. Покупатель может найти у нас на любой вкус, начиная от самых простых сортов до более элитных. И помните, знакомство с чаем не терпит суеты, поэтому постарайтесь найти время, чтобы его как следует рассмотреть и познакомиться с ним. И не стоит забывать, что Новый год совсем-совсем близко. А значит, самое время подумать о подарках. И лично я была бы не против увидеть под елкой такую красивую корзину с чаем. Друзья, я желаю вам только хорошего дня и, конечно же, отличного чаепития. Друзья, оказывается, чайный куст – это вечно зеленые растения. Если оставить его в дикой местности, то оно может вырасти до 9 метров. Представляешь? Ну а мы сейчас, пока ты удивляешься, мы сейчас будем говорить про другое вечно зеленое растение – про елку. А точнее, про елки. Именно так мы привыкли называть представление, которое в преддверии Нового года проходит во всех дворцах культуры нашего города и не только. И у нас сегодня в гостях главный дворецкий городского дворца культуры Жан-Поль. Бонжур, Жан-Поль. Бонжур, Владимир. Бонжур, Юля. Бонжур. А вы все время будете на французском разговаривать? Да. Я еще и по-русски. Мы, мы. О, все, хорошо, что вы со знанием русского, Жан-Поль. Скажите, пожалуйста, с какими вестями из дворца вы к нам пожаловали? Я с очень хорошими вестями к вам пожаловал, потому что очень-очень скоро в городском дворце культуры начнутся волшебства и волшебные сказки. А эти сказки с какого числа пройдут? Когда начнется волшебство? 25 декабря мы откроем свои двери для всех юных и не очень юных владимирцев. Нет, а кстати, на разный возраст чудеса рассчитаны? Если вам, например, 57, вы тоже можете прийти и в чудеса погрузиться? Ну, мы считаем, что каждый человек, в каждом человеке живет ребенок, и не важно сколько лет. Может быть, 50 лет, может, 60, может, 70. Главное, чтобы ребеночек в тебе был всегда, и ты всегда радовался чудесам, а под Новый год все должны радоваться чудесам. Мне кажется, под Новый год все в детстве совпадают. Это единственный праздник, который позволяет это делать. И никто не обращает на это внимание, не говорит, что ого-го, что творится с тобой. Жан-Поль, а я все о том, где и как, где можно приобрести эти билетики для того, чтобы попасть в вашу сказку. Я сейчас вам открою один секретик. У нас будет целых два представления. Одно представление рассчитано для детей в возрасте от двух до шести лет. Там для них будет целая страна развлечений. Мы там и поиграем с ребятами, и попрыгаем, и потанцуем, и порисуем, и все-все-все сделаем, чтобы весело провести время. И, конечно же, на этом представлении наших ребятишек встретит Дедушка Мороз, подарит им подарки, мы зажгем елочку. И, конечно же, мы приготовили очень хороший, очень музыкальный спектакль, который называется «Сказка о влюбленном маляре». И больше я ничего пока не скажу. Приходите и все сами увидите. Билеты вы можете приобрести в кассе городского дворца культуры по адресу улицы Горького, дом 54. Касса работает с 16 до 19.00. Вот как истинный дворецкий. Спросить Марью Ивановну. Спросить Жан-Поля. Жан-Поль, Жан-Поль. Конечно же. А Жан-Поля, а уже билеты вы туда? Билеты уже целую неделю в продаже, так что торопитесь, торопитесь, дорогие друзья, чтобы успеть купить билеты. То есть, начиная, детки с двух лет могут прийти? Да, это будет отдельное представление. То есть, это без спектакля, это интерактивная, ну, я не знаю, как это по-русски, интерактивная программа. Интерактивная программа, там мы только... Да, Владимир. Жан-Поля, скажите, ну, по-скромненькому, а Дедушка Мороз нам ничего не передавал? Мы писали, 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 писали. 4 декабря мы писали, у нас был... Ну, Володя, вы же знаете, что Дедушкам Морозу нужно рассказать стишочек, стихотворение, что-нибудь. Вы что-нибудь приготовили для Дедушки Мороза? Мы приготовили песню, как сказать, в тему нашей передачи. Самовара, я и Володя Климов. Замечательно, замечательно. Вот такой короткий. Вот, дорогие друзья. Самовара, я и Дедушка Мороз. Но это уже не в рифму, да, получается. Вот такие вот билеты Дед Мороз передал вам, чтобы вы разыграли их в течение этой недели всем владимирцам пригласили на наши спектакли. О, наш призовой фонд еще пополняется. Блин, а почему я, Дедушка Мороз, оттуда горе? Дедушка Мороз, спасибо большое. Потому что он летит сейчас еще тригганале на Олене. Спасибо большое за эти билеты. Жан-Поль, и спасибо вам. Мерси, мерси, его люди, мерси, Юля. Друзья, у нас в гостях был главный дворецкий городского дворца культуры Жан-Поль. Жан-Поль, аривидевчи. О, это на итальянском, да. Ну, а наше оранжевое утро продолжится через несколько минут. А пока наслаждайтесь чаем. Я думаю, что во Франции его тоже очень любят. Здравствуй, город, всем пора вставать. Всем пора вставать, по делам бежать. Улыбаться, воздухом дышать. Здравствуй, утро. Инновационный дизайн, великолепная динамика и исключительная управляемость. Совершенство стало доступней. Только до конца декабря. Ограниченная партия автомобилей Мазда 6 на уникальных условиях. Подробности в Юнайт Моторс по телефону 777-885. Предложение ограничено. Кредит предоставляется ООО «Русфинансбанк». Сом-сом. 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 С добрым утром, друзья. На улице Белым-Бело в нашей студии тепло и весело. Все от того, что мы команда Оранжевого Утро. Владимир Климов. И Юлия Кораблева. Дорогие друзья, мы сегодня отмечаем Всемирный День Чая, а также День Кармушек для Птичек. Вот две темы мы решили сегодня объединить в одну. И уже практически час у нас что-то из этого получается. Да, и таким образом у нас еще с вами, друзья, сформировалась Оранжевая Викторина. Но я хочу сказать тебе, Юля, какая у нас елка. Вся в игрушках и хлопушках. А откуда такая елка-то у нас? Володя вошел в роль и правильно сделал. Потому что однажды в нашу студию вошли представители агентства «Пятница» и сделали нашу студию новогодней. Прекрасной, красивой. Вы украсили елкой. Спасибо вам огромное. Друзья, кстати, вам совет. Если у вас бурная фантазия, но вы не знаете, как уложить все идеи в одной голове, обратитесь к профессионалам. Обратитесь в агентство «Пятница» и вам помогут украсить не только дом, но и офис. И волшебная пыльца на ваших елках и вашей квартире сделает все красиво. А как известно, волшебная пыльца помогает еще и желание исполнять. Поэтому вызывайте волшебника. Поэтому, друзья, и, кстати, сегодня у нас много призов. Очень-очень много. Например, вот такой приз – подарочная карта от магазина «Амби». И вместе с ним вот такой вот пазл-магнит. Я не знаю, как это ноу-хау называть. И, друзья, если вы с сегодняшнего дня, с 16 декабря по 22 декабря, сделаете в магазине «Амби» покупку свыше 2,5 тысяч рублей, вас ждет незабываемый подарок. А карта, кстати, на 5% скидку вам дает. Поэтому покупайте в магазинах «Амби» и «Квартал». Возможно, что именно этот приз сейчас выиграет наш слушатель. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Наталья. Наталья. Так, Наталья, вы что-то такая грустная. А, вот засмеялась. Очень грустная. Ужный, раз, выигрывается приз, я уже его у вас выиграла, такой приз. Ну, тогда мы с вами прощаемся, до новых встреч. Ну, вы так просто говорите. Хорошо, мы поменяем подарок, но для этого вы должны будете дать нам правильный ответ. Хорошо? Да, внимание сейчас на экран. Мы угадываем птиц нашей Средней России русской полосы. Поехали. Кто это? Скворец, дрозд или воробей? Ну? Итак, скворец, дрозд или воробей? Давайте рассуждать логически, Наталья. Кого сразу из списка вычеркиваете? Воробья. Так. Воробья нету. Воробей сейчас обиделся. Желторотый. Так, скворец или дрозд? Скворец. Какой вы молодец, правильно. Что за глупый скворец? Что за глупый скворец? Что за глупый скворец? Правильно, вы отгадали. Мы вам аплодируем и громко-громко кричим поздравляем. Спасибо. И вручаем подарочный сертификат на мастер-класс по скраббукингу, который можно пройти в замечательном магазине «Сундук со сказками». Желаем вам получить много интересной информации. Возможно, она пригодится вам для приготовления подарка на Новый год. Спасибо большое. Спасибо вам, Наталья. До свидания. С наступающим Новым годом. Ну, а давай, Юль, продолжим дальше, наверное, да? Мы продолжим дальше, потому что впереди у нас рубрика «Календарь и городской». Да, какие праздники пришлись на сегодняшний день из истории? Ладно, что-то я затянул. Вот это. Лучшую сторону отношений с коллегами, руководством и деловыми партнерами. Раки. День подходит для решения профессиональных задач, в том числе сложных. На новых знакомых вы производите самое лучшее впечатление, а интересные предложения не заставят себя ждать. Львы. День отличается не очень благоприятным эмоциональным фоном, и у большинства представителей знака по этому поводу дурное настроение. Девы. А вот для дев благоприятный день практически лишенный событий, которые могли бы огорчить их или выбить из колеи. Весы. Сегодня день создан для того, чтобы вы продемонстрировали свои достоинства и показали себя с лучшей стороны. И пусть вас не пугает перспектива занятия саморекламой. Скорпионы. Легкомыслие, с которыми вы относитесь к делам, сегодня привлекает к вам людей, которые и сами не отличаются ответственным подходом к чему бы то ни было. Стрельцы. Для вас день начинает складываться неудачно, но, к счастью, вы достаточно настойчивы и уверены в себе, чтобы не сдаться, если что-то не получится с первого раза. Козероги. Вы чувствуете, что способны одержать грандиозные победы. Интуиция вас не обманывает, однако не стоит рассчитывать на то, что все получится легко и непринужденно. Водолеи. Не ждите от окружающих ни бескорыстной помощи, ни толковых советов. Испытания этого дня вы должны пройти самостоятельно. С близкими людьми же, напротив, постарайтесь быть предельно тактичными и корректными. Рыбы. Помните, прежде чем приступать к решительным действиям, нужно правильно оценить сложившуюся ситуацию. Не ждите озарения и вдохновения. Только логика и здравый смысл подскажут, как следует действовать. БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ Событие, ставшее началом американской революции, является символичным во всей американской истории. В этот день, в 1966 году, в Ленинграде открывается самый крупный в стране магазин самообслуживания «Заневский». А в Швеции 64 года назад была основана компания, известная как «СААП». История марки «СААП» берет свое начало после окончания Второй мировой войны, когда шведская авиационная акционерная компания по выпуску самолетов презентовала в 1949 году свою первую модель авто «СААП-92». Автомобиль был оснащен двигателем объемом с 764 кубических сантиметра, мощностью 25 лошадиных сил, и имел независимую пружину, подвеску всех колес и аэродинамический кузов. 16 декабря 1911 года на третьем парижском авиасалоне демонстрируется первый цельнометаллический аэроплан «Моноплан Тюбавион», построенный французами Панше и Примаром. «Моноплан» — это самолет, имеющий одну несущую поверхность, то есть одно крыло. Особенно они стали популярной конструкцией в авиастроении в начале 1930-х годов. Именины сегодня празднуют Анна, Михаил и Валерий. Друзья, не случайно сегодня программу мы назвали строчкой из песни «У самовара я и моя Маша». Смотрю и понимаю, что не Маша совсем сидит передо мной. Кстати, Маша Рыбакова, Мария Рыбакова. Доброе утро тебе, Маша. И Дмитрию Шевелеву, конечно, тоже. И всем, кто нас смотрит. Ну, как известно, чай, он на песни вдохновляет. Именно поэтому у нас сегодня в гостях знаток русских традиций. И просто веселый человек Константин Васин. Доброе утро, Константин. Ну что, гармонь-то? Если появилась гармонь в эфире, значит, будет песня. Значит, она должна играть. Да. Ну, песни про чай тогда. Раз прислал мне барин чаю и велел его сварить, А я отроду не знаю, как проклятый чай варить. Уж ты чай, ты мой чай, развеселый ты мой чай. Уж ты чай, ты мой чай, развеселый ты мой чай. Взял я чай на скорую руку, его высыпал в горшок, На приправку, перцу, луку и петрушки корешок. Огурцов, морковь, петрушку, свеклу, редьку, синдирюшку, Брюкву, тыкву, кукурузу и картофель и арбузу. Уж ты чай, ты мой чай, развеселый ты мой чай. Уж ты чай, ты мой чай, развеселый ты мой чай. На таган я чай поставил, все лучиной помешал, А потом мукой заправил и сначала сам принял. Чай мой вышел в объедение, раза два прокипятил, А потом для украшения взял и маслица подлил. Уж ты чай, ты мой чай, развеселый ты мой чай. Уж ты чай, ты мой чай, развеселый ты мой чай. Ну вот такая вот песня. Отлично! Очень хорошо. Я просто представил, как это все туда вот если впихнуть. А вот не надо представлять. Мы покажем русскую чайную традицию, но сделаем это сразу после быстрого завтрака от Юрия Ковальчука. Он тоже там какой-то интересный напиток готовит, кстати. С 16 по 26 декабря соверши покупку в сети магазинов Амбиквартал на сумму свыше 2500 рублей и получи подарок. Доброе утро, друзья! Зима полностью вошла в свои права. Это значит, что за окном стало холоднее. И поэтому предлагаю сегодня приготовить такое теплое согревающее блюдо. Сегодня будем готовить пудинг с хурмой. Нам понадобятся две хурмы. Нам нужна только мякоть. Кстати, это блюдо является традиционным рождественским лакомством во многих странах. Тем более, что и у нас скоро наступит Новый год. А наши друзья сеть магазинов Амбиквартал уже готовы порадовать своих покупателей. С 16 по 26 декабря покупайте продукты в магазинах сети Амбиквартал. Свыше 2500 рублей вы гарантированно получите новогодний подарок. Кстати, в мире насчитывают от 200 до 500 разновидностей хурмы. Итак, хурму мы порезали на небольшие кусочки. Будем отправлять это все в блендер. Все мы знаем, что недозрелая хурма обладает вяжущим вкусом. Для того, чтобы от него избавиться, просто отправьте хурму в морозилку. Хорошенько ее заморозьте. После того, как она оттает, этот вкус уйдет. Вмельчим очень мелко до образования обнародной массы. Итак, в массу добавляем 2 яйца. Кстати, тем, кто следит за своей фигурой, советую не переживать, так как хурма достаточно диетический продукт. Еще нам понадобится 60 грамм масла. Теперь нам понадобится немного соды. Примерно пол чайной ложки. Добавим 3 ложки сахара. Примерно 100 грамм муки. Мы ее заранее просеяли. 100-110 миллилитров молока. Для пряности добавим немного специй. Я возьму корицу молотую. Примерно 1 чайную ложку. И еще немного мускатного ореха. Немного соли и перца. Дальше смешиваем все ингредиенты. Кстати, в Англии традиционно пудинг готовят за несколько недель до Рождества. И подаются в первый день праздника. Итак, смесь для пудинга готова. Теперь нам понадобится форма для выпекания. Ее мы смажем сливочным маслом. И теперь последний штрих нам понадобится горсть миндаля. Миндаль крупно рубим ножом. И будем добавлять в тесто. Поливаем часть теста. Высыпаем миндалем. И добавляем оставшуюся часть теста. Итак, отправляем пудинг в духовку. Заранее разогретую до 180 градусов примерно на 50 минут. Наконец-то пудинг готов. Стоит замечательный аромат здесь. Итак, пудинг готов. Отличный запах. Подрумянилась корочка. А я напоминаю вам, что каждое утро это новые эмоции и настроение. А если вы проводите свое время на такой красивой кухне, как Джулинова, вкусно завтракаете и думаете о хорошем, то ваш день обязательно сложится хорошо. Я желаю вам приятного аппетита, обязательно завтракайте и хорошего вам дня. Для приготовления пудинга из хурмы вам потребуется спелая хурма, 2 яйца, 60 граммов сливочного масла, 110 миллилитров молока, 100 граммов муки, 80 граммов сахара, половина чайной ложки пищевой соды, соль, корица, мускатный орех, имбирь, перец, сливки для украшения, грецкий орех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, знаете ли вы, что такое изобретение, как чай с лимоном, считается чисто русским? И очень часто носят название русский чай, поэтому лимон на столе при чаепитии всегда должен присутствовать, даже если им никто не воспользуется. Ну а мы каждое утро встречаем еще с продукцией... Чай с лимоном и продукция Владимирского хлебокомбината. Это прямо самое, наверное, что ни на есть, вкуснейшая церемония. Потому что мы представляем вам колечки с солью, колечки золотые с маком, колечки золотые с кунжутом. Это новая снековая продукция нашего суперпредприятия Владимирский хлебокомбинат. Хлебные снеки – это лакомство, которое рассчитано не только на взрослых, но и на детей. Состав продукта позволяет и дает гарантию, что этот продукт безопасен для ваших детей. Поэтому выбирайте любой вкус, который вам нравится. И желаем вам приятного аппетита. Да, ну а мы продолжаем. У нас сегодня на столе столько всего интересного. Да, Константин к нам пришел не только песню спеть, но и рассказать. А в чем же все-таки заключается русская чайная церемония? Есть ли такая вообще? Конечно, есть. Конечно, есть. Можно ее и так назвать. Потому что все-таки в России чай появился и не так давно. Это где-то 18 век. Но вот за эти недолгие 200 с небольшим лет он проделал достаточно большую, скажем так, работу внутри нашего населения. И появилась целая чайная атрибутика. Это вот знаменитый русский самовар. Из него никуда. Значит, знаменитая такая чайная церемония, назовем ее так. Хотя она не такая развитая, как, например, в Китае или в Японии. Но, тем не менее, зато своя, зато русская. Конечно же, самовар, или самокипец, как его называли, или самогар, это достаточно такое... Уже с русскими ассоциируется самовар, в основном. Хотя это изобретение, опять-таки, не русское, а китайское. Да, да, да. Самовар русский, изобретение, а чай китайский. Нет, самовар, прибор для кипячения воды. Ну, где чай-то появился сначала? Вот так вот. Так, ну, давайте перейдем к чайной церемонии. А самовар – это достаточно уже такой прибор, вот уже обрусевший и ставший русским. Естественно, что самовары были различные. Маленькие, большие. Были самовары на одну, две, там, три чашки чая даже, которые можно было с собой даже в поход брать, в путешествие. А были самовары огромные, которые стояли в трактирах, значит, и наполнялись вёдрами. То есть там... Восемнадцать вёдр, я знаю, и так далее, и так далее. Самовар, естественно, он имеет внутри себя полую трубу, в которую, значит, закладываются щепочки. Так, тем самым мы перейдем к шишке. Да, да. Всё это закладывается обязательно внутрь. Ну, здесь у нас вот... И поджигается? Да, конечно, конечно. Снизу есть такие поддумные отверстия, значит, это всё дело разводится. Значит, если, кстати, были ещё такие традиции, что не только там щепками, а лучинами, да, топился, но ещё и шишками. Шишками – это самое то, они тлеют очень долго. Чтобы его, как следует, раскочегарить, пользовались, естественно, вот таким вот прибором. Ух ты! То есть его постепенно вот так воздух туда-сюда нагнетался, да, и раздувался самовар. А когда вот уже пошёл из конфорки дымок, ставили трубу обязательно. То есть без трубы горения не будет, потому что труба вот с коленом, с таким, да, знаете, что-то ещё в печку выводилась, это вот колено, она создавала определённую тягу. И чем больше была тяга, тем активнее горело всё, и тем быстрее самовар закипал. Так. Когда он закипал, заваривали, естественно, в заварном чайничке заварку. А давайте прям, давайте, разливайся. И ставили на конфорку, чтобы постоянно поддерживалась температура, чтобы чайничек тоже был горячий. И вот дело в том, что русская чайная церемония, русская черепития – это достаточно длительный процесс, а чай должен быть горячий. Так, пили его очень горячим. Очень горячим. Кстати, про горячий чай-то, да? И для того, чтобы его, да, из чашек-то это было делать неудобно, его наливали в блюдце. Так. Наливали в блюдце. И когда… Присоединяйтесь, друзья. Горячий чай, налитый в блюдце, блюдце обязательно держалось на всех пяти пальцах ладони. И брали кусочек сахара обязательно. Говорили, что опытный чаёвник мог с одним куском сахара выпить полдюжины чаши. И ещё надо делать вот так обязательно. Да-да-да, в прихлёбку, как называлось, с таким звуком специальным. Ну и сахар помещали в рот, и с ним уже, будем так говорить, в прихлёбку пили чай. Константин, а зачем вы попросили принести нас пуговицы? Это что за такое? Да, вот не во всех же семьях могли себе позволить купить сахар. Так. И вот так себя народ обманывал. Брал пуговицу за щеку, вот так вот там. Создавалась иллюзия, как будто у тебя кусок сахара. И с ним пили чай, говорили, что сладче, вкуснее. Без пуговицы им. Да-да-да. И вот многие бабушки, которых я встречал, особенно в годы войны, привыкшие, так сказать, обходиться без сахара, но пытались себя таким образом обманывать и пили чай. Так что, девчонки, если вы боитесь лишних калорий, русскую чайную церемонию вам тоже не избежать, можете с пуговицей, да? Да. Более того, наполняли чашки всегда полностью до краёв, да, к гостю особенно. И люди пили эти чашки. Ну, считалось, что нормально попили чаю, это где-то с 6 до 12 чашек, когда было выпито. Ух ты! И сигналом к тому, что человек напился чаю, служило то, что чашку просто переворачивали, ставили на блюдце, соответственно, больше налить нельзя уже в эту чашку. Больше не хочу. И на всё, уже как бы я закончил пить чай, положил ещё ложечку. Что ж, Константин, спасибо вам большое, мы бы сейчас вообще с вами... Нет, у нас впереди ещё целый самовар и как минимум 8-12 чашек чая. Надеюсь, что вы с нами останетесь их попить. Спасибо вам большое, до свидания, с наступающим вас Новым годом. Ну, а мы перейдём к тому, что Мария Рыбакова, у неё свои критерии выбора чая. Давайте посмотрим, как это происходит. Современный ритм жизни абсолютно точно далёк от восточных умиротворённых ценностей. Он диктует нам свои условия. И иногда единственная возможность в течение дня набраться сил и отдохнуть – это выпить чашку чая. Ещё древняя китайская поговорка гласит «Чай – это огонь жизни». Старинный напиток, наверное, самый любимый на планете, обогнал по популярности даже кофе. К тому же давно доказано, что в нём содержится более 400 полезных микроэлементов. Попадая сегодня в любой супермаркет, у вас глаза разбегутся от разнообразия той продукции, которую вам предлагают. Но самое главное – в выборе чая всё-таки определиться, что именно вы хотите. Сегодня мы просто пьём чай и не задумываемся, когда и откуда он к нам пришёл. Основная легенда гласит, что он родом всё-таки из Китая. В Европу же он проник в середине 17 века, тогда же появился и в России. А вот история Иван-чая упоминается в отечественных хрониках 12 века. Но это не совсем чай. Классически к определённым видам чая мы привыкли относить – зелёный, чёрный и красный. И отличать их будет только обработка чайного листа. А вот чайный напиток – история совсем другая. Чай здесь не главное действующее лицо, а скорее дополнительное. Так как именно в составе чайного напитка вы найдёте ещё и травы, фрукты и какие-то дополнительные целебные ингредиенты. Сырьём для изготовления чая являются листья чайного куста, который выращивают в массовом количестве на специальных плантациях. Существует множество сортов, отличающихся видом, способом скрутки, степенью ферментирования, а главное – свежестью. Ну а если вы всё-таки решили остановить свой выбор именно на чае, здесь нужно быть более бдительными. И оценить так называемые четыре чайные драгоценности – вид, вкус, цвет и аромат. Первое, что отличает элитный чай от обычного – это однородность. Чаинки должны быть одинаковые, их вид соответствует способу скрутки. Если взять горст чая, положить на лист бумаги и немного потрясти, то все обломки ломаной чаинки окажутся внизу. Далее оцениваем цвет чая. Свежий имеет яркий глубокий цвет, он тускнеет с возрастом и при неправильном хранении. Когда мы нюхаем аромат, то он должен быть чистым и свежим, и при дыхании раскрываться разными оттенками. Если же чай старый или не элитный, то аромат тяжело воспринимается и быстро исчезает. Затем нам необходимо чай заварить и посмотреть, как он раскрывается. Если чай свежий, то настой будет прозрачный, чистый и ароматный. И такой чай выдержит в среднем 10 заварок. В нашем магазине очень широкий ассортимент чая, который удовлетворит, я думаю, запросы любого покупателя. Красный, зеленый, черный, индийский, китайский. Покупатель может найти у нас на любой вкус, начиная от самых простых сортов до более элитных. И помните, знакомство с чаем не терпит суеты, поэтому постарайтесь найти время, чтобы его как следует рассмотреть и познакомиться с ним. И не стоит забывать, что Новый год совсем-совсем близко, а значит, самое время подумать о подарках. И лично я была бы не против увидеть под елкой такую красивую корзину с чаем. Друзья, я желаю вам только хорошего дня и, конечно же, отличного чаепития. А мы продолжаем сидеть у самовара. Володя Климов и Юлия Кораблева. Кстати, друзья, известно, что гадать можно не только на кофейной гуще, а гадать еще можно на чае. Причем гадание на чае имеет название тассиология или тассиография. Я думал, тассиология. Ну, практически, тасси, ну, это чтобы ближе к русскому. Да. Ну, а сейчас, как говорится, к гадалке не ходи. У нас звонок. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Как вас зовут? Ирина. Ирина. Ирина, давайте сыграем с вами Ирина в оранжевую викторину. Викторину. Внимание. Сейчас будем угадывать птицу, которая появится на экране. Готовы? Смотрим. Смотрим. Итак, это галка, черный трост или скворец. Ирина. Это галка, черный трост или скворец. Пока Ирина думает, я ее немножко промотивирую. Ирина, вы сейчас можете выиграть либо два билета на концерт группы «После 11», который состоится 21 декабря в концертном зале имени Танеева. Это просто праздник музыки, таланта и энергии. Или сертификат в боулинг развлекательного комплекса «Черчилль Холл». Так что, Ира, поднапрягитесь и подумайте, кто же это? Галка, черный трост или скворец? Причем сегодня, если вы смотрели нас с самого начала, вам не составит труда отгадать. Я думаю, это скворец. Скворец? Да. Подумайте, черный трост, скворец или галка? Три, два. Один. Это? К сожалению, Ирина. Ирина, ну как же так? Уходите сегодня без подарка, а на самом деле это кто был? Это черный трост. Там подсказка прямо в нем. Так что, друзья, учите, учите птиц. И обращайте внимание на прогноз погоды, прежде чем выйти из дома. Поехали. Всем доброго утра. О погоде расскажу вам я, Виктория Подхудинова. Сегодня днем в городе будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров достигнут отметки минус 19, минус 13 градусов мороза. Вечером также пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха составит минус 10 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Уже завтра снова будет значительно теплее. Поэтому не стоит пугаться морозов. Они совсем ненадолго. Да и метеорологи не прогнозировали нам долгой и суровой зимы. Погода в предпоследнюю неделю декабря не будет морозной. Температура в среднем будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. Ну а я желаю вам всегда хорошего настроения, вне зависимости от того, какая погода за окном. В любую погоду двигайся в темпе города с такси «Тройка». Такси «Тройка» 353535. Новогоднего вам настроения и, конечно же, оранжевого утра. Город. Он живет. Он движется. Иногда замирает. Иногда стремительно мчится вперед. Двигайся в темпе города. Такси «Тройка» 353535. Друзья, даже я, девушка, которая предпочитает по утрам пить кофе, ради нашей темы сегодня и ради международного дня чая, решила от кофе отказаться и выпила сегодня не одну чашку чая. Нет, проще говоря, Юля просто упилась сегодня чаем. Она чашек пять, наверное, выпила. Я не могу столько, конечно, посоревноваться в таком отношении. Друзья, спасибо всем большое, что были этим утром с нами. Новая рабочая неделя. Мы с ней вас поздравляем. Понедельник. Помните, понедельник не тяжелый день. Он день чудесный, он день веселый. Мы заявляем вам это официально. Ну и если вы сейчас со всей семьей находитесь у телеэкранов, надеемся, что у вас очень вкусно заварен чай. Желаем вам приятного чаепития. И сегодня вечером по этому поводу вы можете еще устроить маленький праздник, потому что у чая есть одна особенность. Он объединяет. Да. Смотрите нас в интернете на сайте 6tv.ru в разделе «Оранжевое утро». Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Читайте нас в Твиттере. Ну и, конечно, не забывайте про Ютюб. Да, Ютюб. 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 Спасибо большое, друзья. Улыбайтесь друг другу. С вами были Юлия Кораблева. И Владимир Климов. До завтра. До свидания. Пока-пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!